так привет всем с вами снова я макс и сегодня значит заказчик попросил сделать ему головной убор индейский вот этот вот значит смысл какой у нее здесь был бисер пришит внизу вот здесь вот полоска бисера да он решил ее отпороть и сделать более правильный головной убор индейский именно для племени осенебой вот значит я сейчас покажу все по тому же учебнику да как говорится примерно у него была вот такая вот тема вот вот такого головного убора и решил сделать вот такой головной убор то есть нашить вот такие вот элементы горностая я буду пришивать непосредственно уже вот такого типа буду делать ему более правильный значит момент это будет происходить короче будет вот так если все это приложить вот это будет примерно выглядеть вот таким вот образом это сейчас накидал по-быстрому чтобы показать общий вид какой будет но в принципе в дальнейшем я уже непосредственно покажу на наглядном примере там отдельной ткани как я это делаю вот и уже покажу конечный результат что что продолжая тему индейской короче индейского головного убора на сейчас я покажу как делать на примере кусочка материала покажу как делать вот как по книжке нашивать то есть вот этого горностая как пришивать к верхушке вот он вот такого типа вот и в конце я покажу уже конечный результат что непосредственно получилось значит вот кусок материала любого я просто в качестве примера да берем нитку овощим ее также и значит был шкурка горностая значит было пока я ващу расскажу значит была шкурка горностая и мы ее порезали короче на кусочки да вот на такие вот отрезочки вот такого типа вот для того чтобы пришивать потом на головной убор наверх головного убора вот и значит смысл какой мы вот представим что вот это вот вот это вот сейчас на себе покажу вот это вот вверх да и вот вот это все вот пушнина будет вот здесь вот смысл заключается в чем значит берем вот этот кусочек шкурки и начинаем пришивать его каким образом значит мы выглядит будет следующим образом то есть если уже потом в развернутом виде вот так вот 1 2 3 то есть нашиваем как бы рядами ну и чуть-чуть в хаотичной форме немножечко добавляем это и в разных направлениях то есть если мы делаем одну вот так отложим под углом грубо говоря да то есть она будет вот сюда смотреть другую мы ложим ну прямо третью мы кладем чуть-чуть под это вот подгибаем уже потом она вот так куда другая прямо третью мы ложим вот так да уже в ту сторону смотрит и короче получается вот такая вот как говорится ну небольшая каша и они получаются в разные стороны одна смотрит туда другая туда и вот такой вот получается как бы объема не создает пришиваем значит следующим образом берем нитку прокалываем там материал так прокололи зафиксировали все это зафиксировали значит я пришиваю каким образом вот аккуратно за уголок вот так вот раз продели все делается аккуратно не спеша вот так вот раз и потом вот тут вот берем вот так еще прокалываем значит материал полностью не прокалываем то есть с наружный с внутренней стороны с внутренней стороны не должно быть вот этих вот видно нитки то есть вот здесь все должно быть чисто идеально это в принципе то же самое что мы показывали раньше вам как делать это бисером ну то есть получается в половину материала поддеваем начало сделал вот таким образом да вот зафиксировал вот эту сторону и получается сейчас буду фиксировать вот я сделал снизу вверх сейчас буду отсюда сюда делать ну то есть вот уголком получится как маленький квадрат вот здесь вот то есть отсюда сейчас суда буду фиксировать также вот так вот раз поддеваем выпускаем и затягиваем то есть здесь не должно ничего быть здесь вот уже одна сторона зафиксированы и потом продеваем нитку и фиксируем также дальше то есть раз раз зафиксировали и потом вот второй раз зафиксировали вот так и отсюда уже суда ну так же получается здесь уголком и здесь уголком квадратики получается маленький и здесь и потом все это вот так вот на узелок аккуратно стягиваем затягиваем и все и получается вот что вот она одна зафиксирована да потом добавляем следующую но только не прямыми рядами еще раз повторюсь вот не прямыми рядами потому что смотреться будет не очень красиво а все-таки объем когда создается и она смотрится посимпатично это когда именно вот таким способом это вот прямая это вот например вот так вот под углом в кость ставим вот это вот поддеваем сверху вот так вот вот все-таки как-то когда вот так вот она посимпатичнее то есть они получаются выступают друг из под друга вот накладываются и уже потом я в конце покажу конечно что получилось конкретно результаты какие нюансы получились конце результат значит головного убора переда да как я и говорил раньше вот что получилось сейчас я покажу тут некоторые нюансы ну какие значит вот еще оставались со шкурки вот такие вот лапки хвостики не значит там было вот с темными концами мы их тоже пришили вот таким образом да и они как-то придают более так законченный вид и смотрится лучше значит я сейчас как и говорил покажу что вот получилось сейчас получше в качестве примера кстати про изнаночную сторону вот на изнанке нету нигде не ниток ничего не торчит нигде в белый вот в пол материала это все бралось вот делалось и аккуратно все это выглядит вот а теперь покажу внутреннюю сторону вот как я и говорил одна вот под углом другая под углом 3 вот сюда смотрит это сюда смотрит ну то есть хаотично получилось как бы да и она уже более объем при придается такой вот и смотрится она получше то есть непосредственно кажется уже законченный вид головного убора уже как бы приобретает свой полный как говорится вид такой ну вот в принципе вот такая вот тематика получилось ну вот вот в принципе конечно все всем спасибо и пока